Итак, дорогие друзья, здравствуйте! С вами Валерий Бовсыновский. Сейчас видео, чтобы для участников школы, кто первый раз смотрит с этого видео, набираете сайт spb.tut.ru, там есть Python с нуля, там есть Django с нуля, а здесь и начинаете заниматься, потом подключитесь к этому курсу. Здесь мы сейчас рассматриваем курс Django 2 плюс VPS сервер. По сути дела, на выходе вы должны уже, именно должны спокойно, без суеты настроить самостоятельно VPS сервер, без любых подсказок, настроить его под Python Django, создать сайт на Django, разместить его и управлять этим сайтом. Грубо говоря, вы должны уже, сможете оказывать тогда любые услуги и нормально, в общем, будет. Значит, ребята, смотрите, я сейчас буду рассказывать в рекомендательном ключе. Просто в школе есть ребята, да, я прошу прощения, сайт будет переделываться, поэтому интерфейс изменится. Наконец-то я добрался, этот сайт был взял в 2015 году, хотя поэтому я начал с 2013 года школу вести, да. Поэтому я в видео дам ссылки, о которых говорю. Я в видео дам ссылки, о которых говорю. Есть хорошие примеры ребят. Тот же Сергей Асачий, который начал писать через полгода на двух языках, сегодня успешно развивается, я смотрю. Вот, почитайте истории. Секрет прост. Он просто все делает в коде. Вот и все. Дальше, теперь давайте рассмотрим по курсу. Мы с вами начали курс Django 2 плюс сервер. Я смотрю, ребята сбрасывают книги. Вы можете использовать абсолютно любые книги, которые вам помогут. Как пишут ребята, допустим, вот читаю, Игорь пишет, что в параллели с опубликованными курсами информация с книги ложится на ура. Сугубь мое мнение. Значит, можете использовать абсолютно любые книги, любую информацию. Я ставлю несколько целей. За несколько лет я заметил, что большинство ребят готовы читать книги, готовы читать все, что угодно, кроме документации. Эту ошибку надо исправить. Вот это меня понял здесь же в этих историях. Почитаете Михаил Беляковский. Отлично написал по документации. Понял, как работа с документацией. Почему? Потому что документация это основа. Итак, ребят. Я не хочу, чтобы вы делали первую ошибку, которую делает практически вся школа. Вот я увидел, что эту ошибку не делает Асачи. Действительно. Молодец. То есть, смотрите, есть такой момент. Есть такой момент, что понятно, что если человек начинает изучать джанго и будет читать документацию, то, грубо говоря, это будет пустое потраченное время. Почему? Потому что документация написана для человека, который, в принципе, знает джанго и только хочет подсмотреть, как пользоваться. Как шпаргалка. Но есть второй способ, который мы будем использовать в курсе и который приведет к пониманию документации в процессе потом к любой документации. Вся документация пишется сходно. Например, когда мы идем не от документации к себе, а от проекта к документации. Например, как мы будем делать. Моя задача сейчас. Я не буду, не использую ни книги, ничего. Мы будем с вами пользоваться сугубо логикой. Вот мы с вами создали уже в первых курсах уже проект, да. Начали с ним работать. Создали виртуальное окружение. Создали себе вики. Дальше установим джупитер, командную строку, которая читаема. И вот часть настроек. Часть настроек, допустим, это не только настройки. Так будет со всеми вещами. Часть настроек я с вами рассматриваю. Часть вы рассматриваете. Просто я хочу, чтобы вы поняли, почему усваивается материал, либо не усваивается. Значит, если мы взяли вот это время, один год, да. Один год. Ну, возьмем просто так нам. Это может быть у каждого свое время. Тут не важно спешить. Но я беру, в принципе, один год, потому что это есть какой-то показатель. Значит, процентов, много процентов ребят год изучают, через год картина такая, дырявая. То есть, когда вижу код, понимаю, писать не могу. Почему? Да по одной простой причине, потому что не слушают советы. Они говорят так, ребят, айба в сноске вот много воды говорит. Ну, а писать я не могу, ну, потому что вот так вот не могу. А потому что надо вот эту воду слушать, объяснение, да, и применять на практике. Делать это или не делать, это дело ваше, да. Ну, просто я постараюсь убрать этот пробел. Значит, смотрите. Вы можете смотреть видеоурок. Большинство так и делают. Просмотрели побыстрее и, значит, от месяца к месяцу быстро прошли материал. Значит, ребят, да лучше бы вы телевизор посмотрели. Да, вы что-то знаете, но, грубо говоря, это похоже на мусор в голове. То есть, куча всего, а писать не могу. Почему? Неправильно занимались. Есть второй способ, да. Вы начинаете, грубо говоря, писать некий проект, и начинаете сумбурно, сумбурно, да, потому что мы будем работать с поисковиком, сумбурно искать нечто в интернете, при этом очень смутно представляя, что вы ищете. Это тоже часть. И, в принципе, самое страшное, когда это становится уже привычкой и навязчивой идеей. И, по сути дела, попрощались с вами, с вашей личностью, как с программистом. Да, пока вы не перестанете заниматься хернёй такой, то есть не начнёте думать, у вас ничего не будет получаться. Программистом вы не станете. Значит, давайте посмотрим всё-таки вот эти два способа мы рассмотрели, где мы чуть-чуть поднялись, да, по сути дела, но наши знания желают лучшего. Ну, вы меня поняли, да, как я сказал. Но нам бы хотелось, чтобы это было каким-то другим образом. Нам бы хотелось, чтобы это было вот так вот, да, чтобы всё росло. Грубо говоря, через год вы выросли там на 30 голов. Это реально, абсолютно реально. Давайте поймём, как. Итак, первое. Первое, что мы должны делать. Конечно же, мы смотрим те же уроки. Но берём сюда маленький фрагмент. Понимаете, просмотр видеоурока, это мой, написание видеоурока, это мой опыт. Ваш опыт включается, когда, а вспомните по жизни, ребят, есть даже поговорка, увидел, забыл, это вот кто просматривает, да, послушал, запомнил, а вот сделал, понял. Вот нас это интересует. То есть, когда личный опыт. Почему? Самое важное будет заключаться в том, что вы будете делать после просмотра видеоурока. Вариант первый. Вы просто пойдёте смотреть следующий урок. При этом где-то себе там в голове сказав, ну, потом понадобится, просмотрю. И, по сути дела, у вас тогда получается, что потом, потом, потом год прошёл, дырявые знания. Дырявые. Почему? Потому что вы не попытались использовать личный опыт. Вы бежали. Куда бежали? Вы бежали абсолютно верно. Вы бежали в надежде, что вы больше изучите, но понимание при этом уплывало с вашего согласия. Почему? Потому что быстрее вам надо было, а вот качество вы упустили. Так не надо делать. Почему? Смотрите. Я уже, наверное, проговорил, что вы можете дочитывать любые книги. Моя задача. Мы будем делать сугубо практичные вещи. Ну, например, вот мы с вами уже создали проект, и давайте первым делом остановимся на настройках. Почему? Потому что наша задача в первую очередь разобрать документацию. Я уже говорил и повторюсь. Ничего страшного. Значит, если брать документацию, идти от документации к проекту, то есть сначала смотреть документацию, это может делать только опытный разработчик. Потому что именно для людей, которые понимают джангой, написана документация. Значит, для тех, кто не знает, в школе есть выход. Мы идем от проекта к документации. Ну, например, база ДИР, то есть путь. Возьмем эту настройку. Это не значит, что вот только это. Это мы будем поступать буквально со всем. Да? Со всеми вещами. То есть, для меня это сразу говорит, да? Что в проекте будет находиться абсолютно любая папка, которая находится в проекте. Django 2 сервер, то есть любая папка. Давайте проверим, так ли это. Абсолютно так. Если мы возьмем, допустим, static files DIR, статические файлы проекта, да, другие, мы видим ту же переменную база DIR и пишем папку, допустим, author static, которая у нас действительно есть. Вот она, author static. Мы четко уверены, что эта папка будет найдена и проведены с ней операции. В данном случае она будет добавлена в папку static. То есть, но, значит, смотрите, в этом случае я буду давать домашнее задание, чтобы вы понимали, ребят, вот мы с вами рассмотрим все настройки, которые у нас имеются, остальные настройки вы будете рассматривать школой, обсуждать. Не обязательно все запомнить, но, по крайней мере, надо знать, где искать настройки и какие они бывают. Потому что, если вы, допустим, занимаетесь уже там 3-4 месяца и открываете страницу и думаете, а где настройки? Ребят, это очень плохо. Это очень плохо. Значит, вы не обращали внимания на настройки. А ведь, вот, допустим, я открываю, я уже знаю, что все настройки будут в процессе разработки. То есть, мне надо просто, грубо говоря, найти дипломент, да, вот, процесс разработки. Вот тут будут все настройки. Когда вы начинаете работать с сайтом от урока к уроку, то есть, вот мы рассмотрели с вами базы DIR, вы это не оставляете. Вы открываете настройки и находите эту настройку и читаете, да, и читаете. Она будет обязательно здесь, 100% будет. То есть, вы читаете, и когда вы работаете в процессе, далее, второй момент. Читаете, ну, и дальше, походу, будем объяснять. То есть, почему? Потому что очень важно. Зачастую там привыкаешь к старым настройкам, а тут уже оказывается кортеж на список поменялся и так далее, и так далее. Ну, это в процессе. Теперь, ребят, смотрите. Просмотр видеоуроков есть. Домашнее задание 2, когда мы начинаем делать. Вот мы, смотрите, ставим с вами подпорки, да, вот это вот, чтобы такой был путь, мы как бы подпорки ставим, да, чтобы это было надежно. Первое. Это видео, да, у нас получается. Мы смотрим видеоурок, абсолютно верно. Там видео написали, да. Второе. Это документация. Понимаете, когда вы посмотрели документацию в проекте, поняли, да, документацию, да, то есть, делая проект, вы поняли документацию, потом посмотрели, до вас дошло, ах, вот это что означает. И документация, она же нарабатывается, она расширяется. Но пока мы не добавим еще личный опыт, личный опыт, это самый важный момент, который, в принципе, и определяет. Вот считайте, что здесь какой-то гидронасос, и вот этот личный опыт, он и будет поднимать вот эту планку, вот эту планку, постоянно выше и выше. Личный опыт. При этом, заметьте, этот личный опыт, он берется и в домашних заданиях первично, поэтому здесь обязательно мы пишем. Личный опыт – это и домашние задания, и домашние задания, да, и умение найти. Что такое хороший программист? Хороший программист – это не тот, который все знает, все сдать просто нереально, а тот, который знает, что где найти. Вот именно на формировании вот этого навыка мы с вами сосредоточимся. Ну, например, рассматриваю мы настройку база DIR. Я вас буду направлять. То есть, по сути дела, с одной стороны, вроде бы, нам достаточно просто база DIR, ну и понятно. Но ведь этого мало, а почему бы нам не набрать то, что действительно надо набрать? А набрать надо следующее, хотя бы. OS-патч. Поверьте мне, что он найдет, что это питон. Даже питон не надо смотреть. Оказывается, есть целый модуль. Не важно, где вы его найдете. И смотрим, OS-патч DIR name возвращает имя директории пути патч. Вот, видите, это уже пошла ваша самостоятельная работа. Так вы должны будете делать. То есть, по сути дела, тогда начинает у вас становиться понимание, да, когда вы уже сами делаете. Вы понимаете, что вы ищете. Вы понимаете, зачем это ищете. И найдя, я не зря вам сказал, вот мы делаем вики, все это надо записывать, делать себе шпаргалку. Таким же образом вы все проискиваете. Когда мы дошли до файла, мы, допустим, с OS-патчем много чего рассмотрели в Python OOP. Но надо не полениться, открыть консоль и набрать некоторые вещи. Ну, например, мы потом, чуть позже, уже в следующих уроках, установим Jupyter. Давайте попробуем. Но вот то, что бы вы навряд ли проделали без меня. Вот именно здесь я вас буду направлять. Ребят, а давайте-ка выполните замашнее задание и все это проищите, пропишите. То есть, набрали импорт OS и набрали эту строку. Как мы видим, как мы видим, да? Так, что-то я тут не то сделал. Сейчас я посмотрю. Где-то что-то не допечатал. А, два раза. Все нормально. Все нормально. По крайней мере, уже не вызывает ошибку. Дальше мы должны будем работать обязательно с Python. И не забывайте, потом будем еще работать с двумя языками. В общем, то, что вы будете писать, это я не сомневаюсь. Но давайте попробуем набрать и определить. Принт глобалс. Принт глобалс. Грубо говоря, на самом деле, среда намного умнее. Она нам, если мы возьмем, сейчас наберем, допустим, print третий Python у нас в файле, то есть переменную с двумя нижними подчеркиваниями, то мы найдем, в принципе, первый параметр input. Но на самом деле, вот здесь в PyCharm открывается специальный variables. Вот он, файл, да? То есть, грубо говоря, str-тип и так далее. Но на самом деле, все, что оно поддерживает, здесь много-много всего. Сразу вы во всем не разберетесь. Поэтому, что надо сразу набрать? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Набрать параметр. Файлы Python. И вы обязательно его быстро найдете. Все это вы будете проделывать. И это надо. Почитайте. Много теперь подсказок. То есть, что мы делаем? Мы делаем следующие вещи. Мы начинаем, по моим вопросам, формировать опыт. Вы начинаете формировать себе, у себя в голове... Отлегся немного. Значит, то есть, все вот здесь вы уже подключаете, когда вы идете от проекта, то есть, вы понимаете, что вы ищете, вы понимаете, зачем ищете. Вот тогда действительно в полную силу работает ваш опыт. И накапливаются знания по Django, по Python. И, в принципе, вот этот кусочек кода вы разобрали. То есть, и уже впредь, сколько вы будете работать в Django, он всегда для вас будет ясным, ясным, очень ясным и понятным. И по коду вы уже будете потом экспериментировать, набирать какие-то свои пути. А вот эта папка нам же не нужна, чтобы указать относительный путь к любой папочке проекта. А это дает возможность легко переносить проекты между, никогда не получать ошибки путей. Это все очень классно. Вы меня услышали. То есть, мы к Django подключаем полноценную работу по Python и по Django. При этом, все это полностью, как вы видите, практично. Это дает глубокое понимание. Плюс, кроме видеоурока, вы подключаете именно личный опыт. А моя задача вас направить, чтобы у вас формировалось вот это вот ядро понимания, а что искать в языке. Почему? Потому что впоследствии вы будете уже, когда планировать какой-то проект, продукт, уже у вас будет понятия в голове относительные, относительно которых вы можете спланировать, где-то посмотреть, но по крайней мере, это будет уже очень высокоэффективно. Вот такую методику мы закладываем в курс Django 2 сервер. Во всем. То есть, по сути дела, грубо говоря, эта методика получается как шпираль. Эта методика получается как шпираль, как шпираль, где вы просто-напросто нарабатываете вокруг каждого элемента определенный свой опыт. Вот это и есть эффективное обучение. Его мы и будем применять. Ну, ссылки я дам в описании видео. Начинаем с spb-tut.ru и так далее, и так далее. И погнали, и поехали. В общем-то, вы меня услышали. Ну, а сейчас курс следующий. Я в конце зачем это видео писал. Мы с вами рассмотрим настройки проекта, и я дам домашнее задание. Потом уже пойдем дальше.